Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 30 лет, рост 160 сантиметров. Его вес составил 61,7 килограммов. Профессиональный рекорд. Четыре победы, ни одного портжения. Базовый стиль. Рукопашный бой. Он из города Москва. Россия. Шавиль Джадахбара. Его соперник в красном углу. Ему 25 лет. Рост 178 сантиметров. Его вес составил 61,7 килограммов. Его профессиональный рекорд. Семь побед, одно поражение. Базовый стиль карате. Он из города Грозный. Россия. Рахим Медаев. Рефери Ашот Ашугян. Рахим Медаев против Шамиля Джадахбарова. Медаев, любящийrig. Хотя. Перчатки неподвижительно. В реальной жизни, конечно, их вес суще всего больше сейчас уже. Ну и вообще, конечно, мощный парень, по-настоящему, серьезным бэкграундом, как любительским, так и профессиональным. Первый раунд. Стойкие левшие сейчас начинает Ахим Медайв и начинает очень лихо. Обратите внимание, он довольно низко сидит, это, во-первых, свойственно, в принципе, каратистам, а во-вторых, это утяжеляет удары. И пошел в борьбу Медайв. И, в общем-то, почти получилось в обоих эпизодах. Ну, одно дело почти, другое дело получилось. Джахваров приземленный парень и тяжело его привести. Ну да, такой крепко сбитый и физически сильный. Поэтому, так вот, с лету в кличе, тем более, с ним разобраться. Хотя и, безусловно, у него... Ну, давай все-таки привести, это было красиво. Ну да, так нехотя-нехотя кто-таки согласился с этим Шамиль Джахваров. Ну, есть ощущение, что сильно не его, это, конечно, привычная позиция. Ну да, базовый рукопашник. Да, международник в рукопашном бою. В общем, неважно, там армейский или динамовский, в любом случае, рукопашники в этом положении оказываются крайне редко. Так, ну, соответственно, ждем развития некоторого у Трахима Медаева. Но почему? Потому что Шамиль Джахваров, судя по всему, особенно здесь делать ничего не будет. Будет просто блокировать. И тем самым заставляет в эфире поднимать бойцам стойку. Да, не логично. Другой момент, что если вот чуть ближе к стене они окажутся, я думаю, что Шамиль вполне себе попробует по стене из этого положения и выйти. Ну и не позволяет принципиально, видимо, к стене уползти сопернику. Даже отошелок ее как раз-таки. Хотя вот сейчас Шамиль ближе к тому, чтобы приблизиться к своему углу. Так, интересно, я попробую что-то закинуть Шамиль. Ну, видимо, что-то по плану сейчас идет Рахим Медаев. То есть, как бы, сбить вот этой какой-то стартой, такой мощью. Шамиля Жахбарова и поставить принципиально неудобную для него позицию, в которой он будет терять много сил. Я думаю, что именно такая была задача. Ну и она более чем логичная. Ну, посмотришь, переходит в упал и контроль Медаев. Да, мы видели уже ряд побед сегодня из-за этого положения. Это очень, на самом деле, очень опасная и серьезная позиция. Видимо, что в последние годы она вообще становится... Она в ноль стабл, да? Комфортная, потому что здесь удержать человека намного проще, чем даже в маунте. И посмотрите, тут тайца. То есть, распятие, видай. Конечно, так просто не дается Шамиль. Будет прям пробовать совать. Уже 4 минуты стекло первого раунда. Я думаю, самое время, как десни сейчас. Ну или да, действительно, нужно дождаться следующего раунда. Постараться. И там уже начать все с чистого листа. Сейчас колено, под корпусом. Резонт будет поработать Медаеву, чтобы максимально сбить дыхание сопернику. Да, соглашусь, но надо вспомнить, что физически очень сильный, конечно, Шамиль Жабаров. Все-таки затягивает в гардовон, но вот тут же Медаев оттягивается, наносит удар. Еще пару ударов окуп в голову. Тут же добавляет Медаев. До конца раунда совсем чуть-чуть остается. Стойка, но несмотря на это. Не всегда приятно смотреть, конечно, ударную технику. Корпус нападает Медаев. Первый раунд завершен. Первый раунд в голову. Первый раунд ыл друзья. Первый раунд в голове. Второй раунд стружки. Второй раунд в голове. Первый, elite. Второй раунд в голове. какую из земанцы добавляете в 정도로. Количество. Завершён перерыв, и нас ждёт второй раунд этого противостояния. В главный бой вечера напоминаем... Да, Шамиль Джагбаров и Рахим Медаев. Опытные, сильные бойцы, у которых заключаем не только уже известное количество профессиональных поединков, но также и серьёзная любительская база. Ой-ёй-ёй, как хорошо! Очень здорово дистанцирует вот этим прямым в корпус Рахим Медаев. И это позволяет ему расстреливать другими ударами на дистанции. Вот просто в основном кидают только боковые удары ногами спортсмены, а вот эти фронткики, особенно вот такие боковые, дистанцирующие, они на самом деле бывают крайне эффективны. Ну, всегда вот каратистская техника, она, конечно, выделяется. Ну, здесь Шамиль, я так понимаю, больше показался, что я так тоже могу, не вопрос. Его основная сила, да, наверняка вот здесь в руках. Получилось оббросить ноги и не дать себе нарезать байду вот так сразу у Шамиля Жагварова. И теперь посмотрим, может быть, изменится картина всего поединка. Вот уже сейчас акцентированный удар наносит Шамиль Жагваров. Но Рахим обратить внимание снова и снова идет вперед. И кто знает, может быть, терпение и труд все у него получится. Здесь я пока не вижу билетина как-то колой. Ее нет, освободил. Оставился покупки, наверное, если бы не было при провести ее Гахваров. И тут же сам теряет позицию, накрывается Шамиль. Рахимедаев снова оказывается сверху, даун в гарде, но... Ну, и у меня есть подозрение, что я примерно представляю, как будет выглядеть поединок в ближайший раунд. Потому что у Рахима, очевидно, задача основная очень простая – победить. Вот, а для этого ему не надо особенно много здесь делать. Вот, достаточно просто обозначаются здесь удары и сохранять контроль. О, по корпусу и в голову. И тут прямо рядом с нами находятся бойцы, поэтому вот эти удары, которые прилетают в голову, ну, кажется, чуть более внушительным, чем по телевизионной картинке. Соглашусь с вами. Да и смеяться становится неуместным. Ну, вот давайте обратим внимание на то, что старается, старается все равно войти многие соперники Рахимедаев. И все-таки, видимо, хочет он некоторого досрочного завершения. Но Шамиль Жакбаров, он, все-таки, очень опытный спортсмен. Мне кажется, что что-то здесь он может еще интересно придумать. Я не понимаю, почему бы ему просто не отпустить вот этот захват и не полезть, например, в контратаку за ногой. Конечно, можно и шею отдать в такой контратаке, но с другой стороны. Все-таки залезает боковой контроль Медаев, но вот распятие не получается. Рука достаточно короткая у Медаев, у Джахбанова. И он успевает его вытаскивать при каждой походке заблокировать. Шамиль Жакбаров, очевидно, физически сильный. И ему хватает мощи на то, чтобы выходить из всех этих довольно тяжелых положений. Рахимедаев действительно делает то, что нужно делать. Он делает то, что нужно для победы. Корпус, голова, корпус, голова. Такая вот классика. Понимаешь, что вот так вот потихонечку улучшать позицию, это потихонечку побеждать. Так, неужели здесь тоже будет попытка треугольника руками? В принципе, не исключено. И стучит Шамиль Жакбанов. Рахимедаев поддерживает победу удушающих приема. Неужели. Поздравляем Рахимедаева с очередным уверенным шагом на пути к своей цели. Поздравляем Рахимедаев. Поздравляем Рахимедаева с очередью Капану. и благодарить за то, что спас этот поединок. Да, действительно, молодцы бойцы очень здорово показали себя в этом конкретном поединке, да и вообще за их карьерами приятно следить. Я думаю, что дальше будет только больше. Ну а сейчас нам осталось что? Осталось нам услышать официальные вердикты, на том констатировать, что международный селекционный турнир ACA Young Eagles окажется вместе с этим завершён. Да, 21-й турнир, но проект продолжает, продолжит, конечно же, работать и радовать нас своими яркими турнирами. Уже до конца этого года мы ещё два раза увидимся с вами. И Лига ACA Young Eagles подготовила множество ещё увлекательнейших путевостояния. Поготовили и готовили. Да, следующий турнир будет уже достаточно скоро. Ну и что приятно, каждый турнир ACA Young Eagles составляет крайне приятное впечатление, потому как очень радные выстроены пары. Собираются действительно по возможности лучшие спортсмены, и из этих лучших отдаются сильнее. Внимание, друзья! Пой остановлен на третьей минуте 48 секунды второго раунда. Победу удушающим приёмом одержал Рахим Медаев! Грозный Россия! И ваши аплодисменты его сопернику Шамилю Джахпару!